Этот клуб «Фортуна» уже много лет. Особая прелесть исторической части Усолья. Посмотреть на породистых красавцев и заглянуть в их космические глаза приходят толпы туристов. Но сегодня территория конно-спортивной школы выглядит вот так. Затопила. Большая вода нынче не пощадила Усолья. Под воду ушли пешеходные дорожки, клумбы и арт-объекты музея палаты Строгановых, старинный Никольский храм и территория, где гуляли кони. Самый эмоциональный из всех – Гранж возмущен невероятно. Хочется на воздух, чтобы с ветром в гриве, да на зеленые луга. Но пока только приходится переминаться в стойле с ноги на ногу, ждать своей очереди. Нет, скакуны не стоят в денниках круглосуточно. Несмотря на то, что их левада сейчас стоит под водой, так сильно, кстати, ее еще никогда не топило, лошади гуляют каждый день. Мне кажется, все равно даже радуется то, что мы их за территорию выводим. За территорию. Мы каждый день, целый день гуляем с 6 часов утра до 6 вечера. Жеребцы, они гуляют все по очереди, с утра тоже до вечера. Но единственное, переживаем, конечно, потому что нам приходится за территорию лошадей выводить. А за территорию ведь всякие люди, и техника, и машины, и люди тоже чем-нибудь накормят таким, что нельзя лошади. Чтобы вы понимали уровень затопления, обычно вот эти вот деревья стоят на берегу. Вот здесь у конно-спортивного клуба ступеньки, здесь они спускаются на пляж. А сегодня вот беседка стоит в воде. А еще два дня назад уровень воды был вон там, у той веточки. То есть вода-то уходит. Впрочем, для конно-спортивной школы эта ситуация скорее штатная. Фортуну топит. Не так сильно, конечно, но практически каждую весну. Впрочем, конюшни сухие, вода сюда не заходила ни разу. Сухим стоит и плац, поэтому ребята и взрослые продолжают заниматься здесь верховой ездой. А это уже исторический комплекс музея палаты Строгановых. Некоторые арт-объекты и клумбы еще стоят в воде. Вот так сегодня выглядит пристань. Вода плещется под самый потолок. Но сегодня уже гораздо лучше. Только за вчерашние сутки вода ушла на метр. Мешки с песком больше не нужны. Недалеко от палат Строгановых вовсю клюет рыба. Практически прямо у стен Никольского храма. Сильнее всего большая вода сегодня беспокоит усольских прихожан. Этот мужчина отмечает, храм со всех сторон стоит в воде. Шалко, конечно. Я был на, когда этот вот храм, был на... Реконструкция, да. А там весь подвал в воде. Что там? Сегодня специалисты на гидропостах продолжают наблюдение за паводком. Ведется круглосуточный мониторинг ситуации. Информация собирается постоянно. Уровень воды медленно, но верно падает. А значит, совсем скоро 11 породистых лошадей вернутся на свою любимую леваду. Вера Андреева, Никита Игнатьев. Наши новости.